Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Раббе, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркемидос Риверо, режиссер Рафаэль Гомес, 96 серия. Что происходит с Габриэлой? Скажи, Артуро. Прежде чем ответить, я, пожалуй, разрежу его в твою голову. Что же с Габриэлой, Артуро? Не подходи. Стой там. И все же, если ты привез меня сюда, значит, с Габриэлой случилось что-то серьезное. В чем дело? Не испытывай мое терпение. Артуро, я ведь знаю, ты не убийца. Но ты можешь им стать. Я заставлю тебя сказать мне правду. Заставлю! Может, я не убийца. Но если ты меня вынудишь, клянусь, я стану им. Я клянусь! Клянусь! С Артуру я познакомилась в Маракайбу. Мы были молоды и только начали учиться в полицейском училище. Отношения у нас были товарищеские. Артуру никогда не смотрел на меня, как на женщину. Нет, мы были, что называется, приятелями. Я умирала от любви к нему, понимаешь? Конечно, я не девочка с картинки. Порой бываю резкой. Но мне трудно стать иной. Через несколько дней после нашего первого задания мы пошли пропустить стаканчик и прекрасно провели время. Тот день я никогда не забуду. Никогда. Артур остался у меня в ту ночь. Это была прекрасная ночь. Вы решили пожениться? Нет, вовсе нет. О женитьбе не было разговора. У нас сложились странные отношения. Днем приятели, хлопающие друг друга по спине и готовые подставить плечо. А ночью он становился моим любовником. Ведь, несмотря ни на что, я женщина. Я почувствовала себя женщиной впервые именно тогда. Он не был хорошим кавалером ни цветов, ни милых словечек, зато был отличным, неутомимым любовником. Тебе неприятно это слушать? Ну, извини. Нет. Говори, говори. Мне показалось, ты ревнуешь. Нет, ревность здесь ни при чем. Просто я удивлена. Прежде ты мне не нравилась, и это тебе отлично известно. Ты мне казалась какой-то странной. А теперь? Не кажусь? Нет. Я вдруг поняла, что ты похожа на меня и на любую другую женщину. Может, чуть прямолинейнее, чуть резче, как ты сама говоришь. Но ты права, ты женщина. Хорошо, что ты это поняла. А что ты думала, что я... Нет, нет, нет. Ты не о том. Мне казалось, ты не способна на чувства. Но теперь я вижу, что ты любила Артура и продолжаешь его любить. Ладно, ладно, все в порядке. Делай, что хочешь. Ты ж полицейский, а тут сам знаешь, полицейские могут обращаться с порядочными людьми, как им вздумается. Давай, давай, пожалуйста, забирай ее. С порядочными? Это ты-то порядочный? Нет, дорогой, ты пьяница, наглец, садист. Вот ты кто. Успокойся, Эстер, успокойся. А что я должна успокаиваться? Ведь он действительно садист. Ну, ладно, 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 хорошо. Если посмотреть на это дело с другой стороны, оно выеденного яйца не стоит. У меня складывается впечатление, что у твоего дружка серьезные намерения. Кажется, так оно и есть. Вот именно, именно. И поэтому ты испугался, да, Струсил? Ну, тише, тише, Эстер, спокойно. Все, 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 хватит. Ладно, ладно. Кажется, я действительно ошибся. Вы достойный человек. Ну, ладно, я прошу извинить меня. Договорились? Давай, давай, пожалуйста. Вот теперь ты мне нравишься, Рамира Апонте. Давно я хотела посмотреть на тебя в подобную минуту. А теперь забудь обо мне и не лезь в мою жизнь, понятно? Успокойся, Эстер. Что происходит? Что это, взбесилось? Ну, остынь, остынь. Пойдем, пора идти. Вот как. Ну, что с тобой, Рамира? Поджилки трясутся? А теперь будешь знать, что я больше не одна. Так что, пораскинь мозгами. Подумай хорошенько, ненормальный. И будь поосторожней, понятно? Поосторожней, Рамира Апонте. Ну, как с цепи сорвалась. А что? Что вы на меня уставили? Что? Ну, уж нет, не выйдет. Этому черномазому она не достанется. Она моя. Я до нее доберусь. Это все для тебя, бэби. Рано или поздно Но ты станешь здесь хозяином. Какой-то Какой-то внутренний голос Натравит тебя на меня. Потребует крови. И ты напьешься ею. Аурелю, сегодня был тяжелый день. Тяжелый? Нет. Сегодня мы были на грани. А только находясь на этой грани, можно наслаждаться жизнью. Все остальное это крохи, которыми пусть довольствуются посредственности. Аурелю, ты думаешь, настанет день, и я предам тебя? А такой день настанет. Да? Ты все еще любишь его? Ну вот еще, любить его. Он же негодяй. И все-таки любишь? Да у этого парня серого вещества маловато. Он настолько тупо и упрям, что все проблемы хочет решить кулаками. Я не знаю. Любовь зла, как бы сказала моя мама. Ну ладно, ладно. Да, да, да. Я люблю его, люблю. Но только этот негодяй интересуется такими куколками, как ты. А я не из этой команды. И я знаю, что проиграла эту партию. Даже не успев ее начать. Нечего и думать тягаться с тобой, ясно? А самое худшее, что все это ни к чему. И тебе его не остановить. Он страдает от любви к тебе по-своему. А ты по своей глупости его теряешь. Ну посмотри на него. Он же золотой человек. Настоящий мужчина. Мужчина с большой буквы. С этим парнем ты почувствуешь себя царицей мира. Он отдает всего себя. А ты, Габриэлла, ты его теряешь. И зря. Потому что с ним ты будешь счастлива. Понятно? Подумай, что я тебе говорю. Ладно, пойду пройдусь. Если ты его встретишь, предупреди меня. Если я его увижу, я скажу тебе. как же тяжело с тобой. Как с тобой трудно, Артуро. Ничего я тебе не скажу. Не смей подходить к ней. Не смей. Тогда, Артуро, убей меня сейчас. Я все равно встречу с ней. Я узнаю, что ты от меня скрываешь. Нет. Сейчас я тебя не убью. Духа не хватает. Но только не вздумай и дальше отравлять жизнь, Габриэле. Я на это смотреть спокойно не буду. Ты прав, Рикардо. Я не убийца. Но если доведется им стать, то я убью тебя. Не подходи к Габриэле. Иначе клянусь. Я убью тебя в следующий раз. Я убью тебя. Убью. Поверь мне. Артуро. Ты что, хочешь оставить меня здесь? Сначала пытался убить меня. А теперь бросаешь здесь? Артуро, ты что делаешь? Во всяком случае, я оставил тебя в живых. Благодаря судьбу. Она-то брак тебе. Но это недолго продлится. Я твой заклятый враг. Рано или поздно ты мне за все ответишь. А пока я подожду. Я найду тебя. Я тебя из-под земли достану. Клянусь, я отомщу. Отомщу тебе. А теперь убирайся. Проваливай. Или я убью тебя. Не попадайся мне на глаза. Что ты мне дал? Ну, иди, иди сюда. Ну, где твои губки? Дай поцелуй. Господи, как пить хочется. Дай мне чего-нибудь. Может, мне себя предложить? Не быть таким бесчувственным. Дай мне что-нибудь. Ну, а что ты хочешь? Ну, иди сюда, иди. Этот парень просто сошел с ума. Сначала пытался убить меня, потом здесь бросил. Вот скотина. Нет, он свихнулся. Артуро Гонсалес свихнулся. Интересно, а почему он пытался убить меня именно сейчас? Что произошло? Непонятно. Ты еще не знаешь, что тебя ждет, мерзавец. Это всего лишь начало. Чтоб ты сдох, как паршивый дворовый пес. Но это только начало. Ты ответишь за все страдания, что причинил. Я лично предъявлю тебе счет. Ты головы не посмеешь поднять, это я тебе обещаю. Никогда больше людям прямо в глаза не посмотришь. Я клянусь тебе. Клянусь. Клянусь. Долго еще эта скотина будет портить мне жизнь. Господи. Эстер, ну скажи, что тебе сделала в магазине? Все, все, ладно, ладно. Все в порядке, я успокоилась. Все, хватит. Эстер, но теперь это и меня касается. Все, что с тобой происходит, мне не безразлично. Ну, милая моя, хорошая, это хотел бы заботиться о тебе, защищать тебя. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ну, я... Я должен заботиться о тебе. Я должен защищать тебя. Индеец? Он даже не заметил нас. Не увидел меня. Я тут рядом, а он не увидел. Ну, как это он мог не заметить меня? Вот негодяи. А может, уже конец света настал? Или этот псих действительно убил меня? И теперь я в аду. Нет, нет. По всей вероятности, это место адом быть не может. Народу маловато. Эй! Эй! Стой, стой! Остановись! Эй! Да обожди минутку! Обожди! Друг, извини. Ты не мог бы подбросить меня до Каракаса. Пожалуйста. Ну, о чем разговор? Поехали, если тебя устраивать. Что? Иди в кузов и держись покрепче. Спасибо. Артур, Артур, с тобой все в порядке. Все нормально. С тобой ничего не случилось? Ты так неожиданно исчез. Что с тобой творится? Ты хочешь знать, что случилось? Тебе интересно, в чем проблема? Проблема? Да проблема в тебе. Чудовище-то эдакое. Сию же минуту рассказывай мне, где ты был и чем занимался. Выкладывай, выкладывай. Не испытывай мое терпение. Куда ты делся? Ну, что случилось? Что? В чем дело? У меня там дела были. Где? Где там? Что это за дела? Ну, как тебе объяснить? Я поехал... Ну, что за вопросы? Что за обращения? Или ты считаешь меня одним из твоих братишек? Воспитывать меня вздумала? Следить, что я делаю? Ты что-то перепутала, дорогая. Я уже взрослый мальчик. Взрослый мальчик? Это ты так считаешь? Значит, тебе кажется, что ты уже вырос. Ничего подобного. Ты ведешь себя, как ребенок-несмышленыш. Ты и есть сошедший с ума несмышленыш. Хоть бы обо мне подумал. Чего ты добиваешься? Чтобы мне плохо было? Чтобы я чувствовала себя более виноватой, чем есть на самом деле? Господи, да что такое? Что с тобой? В чем я провинился? Я ничего дурного тебе не сделал. Тебе кто-то что-то сказал? Тоже мне кто-то чего-то сказал. Меня ты волнуешь, понимаешь? Ты. Почему ты не приходишь домой ночевать и ведешь себя, как сумасшедший? В чем дело? И вообще, что за чертовщина с тобой происходит? Объясни. Что случилось? Можешь сказать? А ты не знаешь. Понятия не имеешь, что со мной. Ты действительно не понимаешь, что случилось. Ну ладно. Ладно. Давай сменим тему. Пойдем. Пойдем. Да, еще нужно карандаши, тетради, ручки, новый рабочий стол. Еще один? Хотя старый, пожалуй, уже не отремонтировать. Что-нибудь еще? Да, это такой безобразный стол, его надо убрать и поставить новый. Привет. Синьор Линарес, что с вами? У вас такой вид, что случилось? Ничего, ничего не случилось. Эва, пожалуйста, пошли кого-нибудь мне за одеждой. Мне кто-нибудь звонил? Все звонки у вас на автоответчике. Отлично. А Габриэла? И никто из ее домашних тоже не звонил? Нет, никто не звонил. Ну ладно. Спасибо. С вашего позволения. Я тоже пойду. Нет, Эва, пожалуйста, останься, мне нужно с тобой поговорить. Но у меня там... Пожалуйста, Эва, садись, мне нужно поговорить с тобой. Но... Ну я знаю, я знаю, это не самый приятный запах. Пожалуйста, садись. Эва, я все здесь испачкаю. Нет, ты представляешь, он даже не заметил меня. Рядом прошел и не заметил. Что это такое? Эстен, ну когда ты наконец забудешь об Артура? Он тебя в упор не видит. Это же глупо. Ну хватит, хватит тебе. Что-то я себя возомнил. Надел костюмчик, прихватил цветочки и думаешь, приобрел на меня особые права? Здорово, ты ошибся. Ничего подобного. И нечего меня оскорблять. Я вовсе не дура. Опять тебя какая-то муха укусила. Эстер! Ничего, у тебя не получится, приятель. Лопес, так что, мой племянник больше здесь не работает? Он больше не полицейский? нет. Я думаю, он никогда не перестанет быть полицейским. Это у него в крови. Просто на некоторое время он ушел из нашего участка. Он уволен, Дионисио. Пока на данный момент он уволен. Что? Уволен? Диего, что-то дядюшка задерживается. Думаю, зашел что-нибудь купить. А если он вернется без Артура? Что если Артура больше никогда не придет? Юля, он должен вернуться. Не могу же я быть таким невезучим. Ведь из Габи тоже ничего не получилось. А полицейский не должен меня подвезти. я на это надеюсь. Кто знает Диего? Мне показалось, что Габи была очень расстроена, когда звонила Артуру. Ну, все волнуются, даже я. А может, дело в другом, Диего? Может, Габи влюбится в Артуру и забудет Рикарду? Тогда и тебе будет лучше, правда? Эва, я знаю, вы с Габи подруги, и ты что-то скрываешь от меня. Но пойми, я не причиню ей вреда. Я действительно люблю ее. Люблю. Вы извините меня, но, зная, как вы с ней обошлись, я так не думаю. Как я с ней обошелся? Я люблю ее. В этом моя вина, Эва, да? Ну, ты можешь мне сказать, что происходит? Я не знаю. Вы лучше спросите у нее сами. Думаю, я не имею права говорить о таких вещах, которые... Я ничего не знаю. Минуточку, обожди, обожди минуточку. Я вижу, вы с Габриэлой что-то обсуждаете, но у нее что-то происходит, она не хочет говорить со мной, избегает меня. Я ведь знаю, в душе она меня любит. Ну, и в чем дело? Почему никто не решается мне объяснить, что случилось? Объясни мне ты. Я ведь знаю, ты в курсе дела. Ну, скажи мне, Эва. Синьор Линарес, вы, конечно, мой начальник, но она мне подруга, и даже больше, она мне как сестра. И я не могу ничего сказать, даже если это мне будет стоить работы. Все очень просто, я не предам подругу. Я умею держать слово. Мне кажется, ее и так слишком часто предавали. Я не буду. извините, сеньор Линарес. У меня на самом деле много работы. Конечно, если это по-прежнему моя работа. Я думаю, вам лучше спросить у Габриэла. Мне можно идти? Иди и ни о чем не беспокойся. Безусловно, это твоя работа. Можешь идти. Извини меня. Успокойтесь, я пойду. С вашего позволения. Конечно. Конечно, Габриэл, это что-то серьезное. У тебя случилось что-то серьезное. Но только что? Почему никто не хочет мне сказать правду? Хотя, я, кажется, знаю, кто мне объяснит, что с ней происходит. Магали? Да, сеньор Линарес. Пожалуйста, принеси мне одежду. Любую, только побыстрее. Мне надо срочно уйти по одному делу. Я пока душ приму, а ты быстро принеси сюда одежду. Да, я знаю. я знаю, что с тобой. И ни твоя служба, ни даже твой пистолет не могут помочь тебе справиться с болью. Ну, конечно, ведь ты так в меня влюблен. Ах, Габи, она меня не любит, и я покончу с собой. Габи любит другого, и я его убью. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Да я тебя знаю. Я вижу тебя насквозь. Пострелять захотелось, да, угадала? Ну, отвечай. Отвечай, ведь я права, дикарь. Вот именно, ты был и остаешься дикарем. Ты говоришь, ты любишь меня. Да ничего подобного. По льбу ты любишь. Я покончу с собой. Вот здорово. Я с собой покончу. Тоже мне. Чего ты смеешься? Не вижу ничего смешного. Если бы ты действительно любил меня, ты бы держал себя в руках. Был бы таким, как тот парень, которого я знала еще ребенком. Как тот замечательный парень, который водил меня в школу и встречал из школы, чтобы ко мне никто не привязывался. Это был настоящий индейец, которого я люблю. Не тот, которым ты стал сейчас. Психопат. Психопат, больше ни слова. Психопат? Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Конечно, психопат. Даже больше, чем психопат. И знаешь, что я тебе скажу? Мне с тобой больше не о чем разговаривать. Делай, что хочешь. Кончай жизнь самоубийством, накладывай на себя руки. Но только будь уверен, что я ни одного цветка, слышишь, ни одного маленького цветочка на твою могилу не положу. И плакать по тебе не буду. Ни слезинки не пророню. Вот увидишь. Мне все равно, что с тобой будет, дикарь. Ни слезинки. Ни одной слезинки. Ни одной. Сара, дорогая, ты пойдешь со мной? Что происходит? Куда ты собралась? Я больше не могу. Это такое унижение, Эльвира. Я не вынесу. Не вынесу того, что он оставил меня. Эльвира мне жаль, но я проиграла. Приходится признать, с Габриэлой мне не справиться. А раз я проиграла, я ухожу. Я больше не могу здесь оставаться. это просто невыносимо. Я не могу больше. Все. Ну что, операция закончилась? Как девушки? Уже пришли в себя? Роса, что случилось? Ну как они? Роса, да ответь же. Ну что случилось? Пожалуйста, скажи, что с девушками? ПОЕТ Субтитры создавал DimaTorzok Но, ну, 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 ну чтобы я обращался с тобой как с принцессой, на это ты не тянешь. И до дамочек из испанских журналов тебе далеко. Лучше принеси мне воды. Пить хочется. Шевелись, давай. Я не узнаю тебя. Ты ведь сам не такой. Что я тебе сделала? Я знаю только одно, что я тебя люблю. Всё дело в том, что твоя фамилия Линарес. И к тому же ты плохо воспитана. Ты что думаешь, что можешь делать всё, что тебе хочется? Нет, я здесь главный. И делай ты будешь то, что я захочу. Уяснила? И давай принеси мне воды. Ну, иду, иду. Цветы завяли. Это ещё тут. Тебе снова не имётся? Насколько мне известно, Габи тебе всё рассказала. Она сказала тебе всю правду. Я пришёл за своей дочерью, Кунсуэлу. Я уже тебе сказала. Габриэл... Я пришёл не за Габриэл, и мне нужна Ванесса. О чём ты говоришь, дорогой мой? Ты опять что-то перепутал. Во-первых, Ванесса здесь не живёт, а во-вторых, её сейчас здесь нет. Понятно? Зато здесь живёт твой сын. Где этот парень? Он ответит мне за Ванессу. В чём дело, Рауль? Что, больше ни одной рюмочки в долг? Ну, ладно тебе, в самом деле, разоришься ты, что ли, от этого? Ну, ты знаешь, у меня скоро деньжата заведутся, а когда я при деньгах, я король. Сказал тебе нет. Ну, один глоточек. Ты рехнулся. Рехнулся совсем. Тим, ты ведь представляешь, сколько мне уже должен? Ну, сколько? Две тысячи пятьсот. Две пятьсот? Ты что, спятил? Это без учёта десяти процентов. Ты с ума сошёл. Обслужите, сеньора. Иди сюда, Рамира. Мне нужно поговорить с тобой. Ну вот, понял. Ладно, давай. Два двойных рома. Давай. Нет, 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 только один. Я петь не буду. Послушай, мне надо, чтобы ты рассказал мне кое-что очень важное. Что творится с Габриэлой? Что-то с ней происходит, но что именно я не знаю. Ну, что такое? С Габи? Почему ты спрашиваешь, что случилось? Почему ты такой взвинченный, а? Что с тобой-то случилось? А, я не понимаю. Ну, да нет, ну... Трудно сказать. Я убеждён, у неё какие-то крупные неприятности. Этот полицейский пытался убить меня. За что я ума не приложил? Её подружка, не помню, как её зовут. А, Эва. Тоже мне ничего не захотела говорить. Ты видел Габи? Ну, я её не видел, не видел, но, насколько мне известно, с ней ничего не случилось. Странно, что ты волнуешься. А ты-то с ней говорил? Я говорил, да. Но ни она, ни Артура, никто мне ничего не хочет объяснить. А самое ужасное, что они ведут себя со мной так, как будто я в чём-то виноват. Ты понимаешь? Ну, знаешь, чем чёрт не шутит? Может быть... Может быть... Что? Да. Так оно и есть. Что? Что? О чём ты? Послушай, когда вы с ней... Ну, когда вы с ней были вместе, ну, как тебе сказать, ну, помнишь тот отпуск? Не могли бы тогда подарочком обзавестись, а? Нет, нет. Таким маленьким Ленаресом, а? Нет. Это не может быть. А, я думаю, дело в ребёнке. Ой. Ну и характер у тебя, ну и характер. Ну, ладно тебе. Ты и так задала мне жару. Так бы и убила тебя. А если тебя убьют? Что мне делать? Ну, если с тобой что-нибудь случится? Кто же защитит меня? Кому я смогу поплакаться? Со мной ничего не случится. Твоя опора всегда здесь. Я рядом с тобой. Ну, успокойся, всё кончилось. Я в полном порядке. Видишь? Я в норме. Я пришёл в себя. Правда, сердце всё ещё болит. Не могу я смириться. Почему ребёнок не мой? Писай себе только. Ребёнок. Если бы он был нашим. Нет, видимо, я схожу с ума. И с этим ничего не поделаешь. Ничего. Как бы я был бы счастлив. Как? Ты так любишь детей? Я так люблю тебя. Забавная штука жизнь. А знаешь... Что? Твой ребёнок будет очень красивым. Очень. Честное слово. Я так сильно буду его любить. Надеюсь, крёстным буду я. У этого парня всё будет отлично. Он будет замечательным парнем. Мы позаботимся о его учёбе, о работе. Учиться он будет только в колледже. А потом, в один прекрасный день, он станет президентом. Или кем-то в этом роде. Это будет так здорово. Видеть, как он растёт. Я всё это ясно представляю. Я тебя люблю, Артур. А может быть, не надо быть тебе крёстным? Может быть, тебе предложить что-нибудь другое? Что другое? А ты не догадываешься? Может быть, тебе стать отцом ребёнка? Что? Что ты сказала? Ты прекрасно понял, что я сказала. Ты хочешь быть отцом ребёнка? Отцом. Согласен ли ты соединить свою жизнь со мной и с ним? Ты имеешь в виду, что ты, и я, и ребёнок, и ты? Артур, не заставляй меня повторять то, что мне так трудно произнести. Я сделала тебе предложение, но повторять его не буду. Значит, быть отцом ребёнка, вот это предложение, вот это, да. Ты что, не хочешь? Да нет, дело не в том, хочу я или нет. Тут другое. Ну, раз ты так считаешь, ну, значит, я ничего не говорила, я ничего не сказала. Да нет, это всё так серьёзно, а ты запросто так сказала, сказала, я не знаю, как тебе ответить. Очень просто. Согласен или нет? Хорошо, я, я согласился бы, я, я с радостью согласился, но мне кажется, ты предлагаешь мне стать отцом твоего ребёнка, чтобы утешить меня, ну, подсластить пилюлю, чтобы мне больше в голову не приходила мысль о самоубийстве. Зачем ты мне снова внушаешь несбыточную надежду? Зачем? Чтобы потом снова прогнать? Нет, нет, Артуру, ты не прав, то, что я сказала, было сказано серьёзно. Я предлагаю тебе соединить свою жизнь с моей и с жизнью ребёнка. Но я же тебе совсем не нужен. Нужен. Любви ещё нет, но я, я в тебе нуждаюсь. Да, мне как всегда перепадают крохи. Нет, с тобой невозможно разговаривать. Я думала, ты меня понимаешь, чувствуешь, как ты мне нужен и как бы я хотела видеть тебя отцом моего ребёнка. Я уверена, что дело не только в ребёнке. Если кто-то и способен заставить меня забыть Рикардо, так это только ты. Если кого-нибудь я и хотела бы полюбить без памяти, так это тебя, Артуру. Мне так хотелось бы сделать тебя по-настоящему счастливым, как ты того заслуживаешь. Но если ты по-прежнему намерен усложнять себе жизнь, ну что ж, действуй. Только нам следует распрощаться и всё забыть. Ну, ну, драгоценный, что это с тобой? Ты побледнел. Думаю, так оно и есть. Скоро появится ещё один сеньор Линарес. А? Нет, нет, нет. Этого не может быть, Ромиро. Это невозможно. По времени не получается. А почему нет, драгоценный? Но кто тебе сказал, что этого быть не может? И послушай меня. Я хорошо знаю женщин. А уж женщин под фамилией Грубер и того лучше. Сколько времени я прожил с ними под одной крышей? Я говорю тебе, у них что-то происходит. Похоже, по всему похоже. Что-то серьёзное. А уж куда серьёзнее, чем ребёнок. Да почему ты считаешь, что этого не может быть? Нет, Ромиро, этого не может быть. Это невозможно. Времени недостаточно, чтобы всё стало ясно. Мы недавно вернулись после отпуска. Она ещё не могла окончательно убедиться в том, что у неё будет... Нет, нет, нет. Ха! Значит, ты забыл о событиях другой ночи. Ты вспомни. Вспомни. С той ночи прошло больше, чем достаточно времени. Ну, посчитай, посчитай. Ну, сосредоточься, посчитай. Ну? Да, конечно. Да, ночь, конечно. Ребёнок, мой ребёнок. Ромиро, дай, дай мне тоже рюмочку. Э, две принеси. Мне тоже, Рауль, мне тоже. Да, и Ромиро тоже. Ещё один или ещё одна Линарес. Да, приятель. Вот так-то, претендент, вот так-то. Я не позволю этому парню втягивать мою дочь неизвестно во что. Не позволю. Успокойся, Федерико. Мой сын порядочный парень. Что ты говоришь? В этом, говоря по совести, я сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Мне начинает казаться, что Эльвира права, утверждая, что за всем этим стоит месть. Постой, 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 о чём это ты? Я тебя не понимаю. Что ты говоришь? Даже не знаю, как это назвать. Подумать только, прийти в мой дом, чтобы меня же ещё и оскорблять. Да что с тобой? Что происходит? Нет. Консуэлло, теперь я всё прекрасно понял. Понял? Так что ты понял? В это трудно поверить. Но ты используешь собственного сына, чтобы отомстить Рикарду за то, как он поступил с Габриэлой. Но таким образом эту проблему не решить, милая моя. Нет, нет. Послушай-ка меня, Федерико, минуточку. Мне надоело это всё. И до каких пор я везде и всюду должна буду противостоять интригам Ленаресов. Объясни мне, что происходит. Вы что, считаете себя настолько всемогущими? Настолько важными? А ведь на самом деле, на самом-то деле вы ничем от нас не отличаетесь. Может, тебе лучше пойти и поговорить с Ванессой, как я поговорила с Левшой. Они молоды и любят друг друга. С кем или с чем ты вознамерился бороться? С любовью? Да мы с ними ничего не сможем поделать. А если хочешь, иди попробуй. Посмотри. Посмотри, удастся ли это тебе. А вот насчёт мести ты ошибаешься. Мы никому не мстим. И вообще, мне кажется, ты придаёшь чересчур большое значение вещам, которые этого не стоят. Знаешь, что бы ты мне ни говорил, я никогда не поверю, что ты жестокий и мстительный человек. Ты уже доказал мне свою любовь. А сейчас ты просто ослеплён мыслью об этой проклятой месте. Ты разве не видишь, как мы мучаем друг друга? Ну почему мы должны расплачиваться за чужие ошибки? Нет, ну, ты меня уже достала. Ты так и будешь толбичить об одном и том же, да? Да я даже близко не смогу причинить тебе столько вреда, сколько причинила Рикардо моей сестре Габриэле. Поэтому сейчас нечего и говорить о мести. Око за око это не месть, это вопрос чести. Значит, вот в чём дело. Вот почему ты встречаешься со мной. Ну, тебе бы следовало знать, что мне самой не нравится, как обошёлся Рикардо с Габриэлой. И если кто-то и поддерживает тебя и твою семью, так это я. Потому что я считаю, что твоя мама заслуживает ту любовь и понимание, которые я никогда не испытывала к своей маме. Потому что моя мама недостойна. Я люблю тебя, левша. Я больше не могу, Эльвера. Это так унизительно. Ну, и что всё это значит? Ты всё бросаешь? Не будешь бороться за своего мужа и за свою семью? Нет, я не могу поверить. Это не та Сара, которую я знала прежде. Ты не можешь позволить этой девке, этой Габриэле Грубер, взять над тобой верх. Нет, Сара, это невозможно. Знаешь, мне кажется, всё бесполезным, бессмысленным. Скажи мне, Сара, ты любишь моего сына? Ты всё ещё любишь Рикардо? Скажи, ты вернулась, чтобы защитить свою любовь? Или была иная причина? Эльвира, это совершенно лишний вопрос? Нет, нет, вовсе не лишний. и я хочу, чтобы ты ответила. Может, всё же есть другая причина? Может быть, это Аурелио? Ты вернулась из-за него, Сара? Не не Субтитры сделал DimaTorzok